Прочитаю 1 Тимофею, 6 глава, с 1 стиха. Рабы, под игом находящиеся, должны почитать Господь своих, достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им. Учи этому и увещевай. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрением, от которых происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Кажется, к нами не относится этот текст. Как бы не относится. Этот текст относится к тем, кто под Игом находится. У нас есть в собрании, кто под Игом находится? Я не имею в виду Иго Христа. Я это не имею в виду. Я по тексту. Рабы, под Игом находящиеся. Это рабство у человека. Братья и сестры, сегодня нет такого. В нашей стране официально такого нет. Почему? Ну, как бы у нас другой строй провозглашен. Покупать и продавать людей в рабы, как бы запрещено законом. И поэтому, кажется, ну а как это относится к нам? А вещи серьезные. Здесь написано, ты учи этому и увещавай, а кто учит иному, и не следует здравым словам, оказывается, истинному учению и истинному увещанию есть те, кто учат иному. Это могут быть лже-служители, лже-апостолы, лже-христиане, лже-братья. Могут учить иному. И это есть и сегодня. Это есть. Как можно увидеть это, что иному учат? Можно увидеть. Заражен человек страстью к состязанию и словопрению. Я таких людей определяю без труда. Стоит поговорить с человеком немного. Если я вижу страсть такую, словопрение, это значит перечить словам, противиться, как-то изворачиваться, как-то вот взаимнообвинение какое-то выносить, как-то вот противление. Вот уже видно, что человек такой учит иному. Он не сможет не учить. Не сможет. Это замечено. Человек, который полон заблуждением, он не сможет, чтобы не учить. Это всегда его теснить будет. Любая ересь, любое заблуждение, оно имеет свойство вырываться на наружу. И человек это будет распространять публично, либо в частных беседах. Но этот яд, он будет распространять. А какой результат от этого? Результат несложно увидеть. Апостол Павел говорит, вот он результат, от которых вот этих словопрений происходит зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения, пустые споры. Вот что результат приносит, когда иному учат. Столько словопрений, столько лукавых подозрений, столько зависти, столько всякого непонимания. И это оно, вот этот дух словопрения, он хочет проникнуть в церковь, чтобы среди верующих было вот это неустройство. Вот наша и молитва сегодня, чтобы этого не было в среде верующих, чтобы нам на страже стоять, чтобы вот этот дух словопрения никого не посетил, чтобы никто не был заражен. Тут написано вот так, вот слово такое. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям словопрениям. Вот это заражение, оно же где-то берется. Откуда оно берется, братья и сестры, как вы думаете? Где может верующий человек заразиться? Братья и сестры, я думаю, что гордость это почва, платформа, на которой вот эта зараза, заражение приживается. Это платформа. Вот у другого верующего человека не приживается, а у другого иного приживается. Откуда оно берется? Я скажу, друзья, по слову Божьему, по моим наблюдениям, что это заражение происходит от людей поврежденного ума. Вот оттуда оно происходит. Так здесь и написано. Пустые споры между людьми поврежденного ума и чуждыми истины. Вот откуда заражение происходит. У верующих людей. С кем-то пообщался. Выслушал. Выслушал какую-то клевету, какое-то поношение, какие-то нездравые понятия о христианском пути, о христианской жизни, об отношении к материальным вопросам. Нездравые вещи. И тогда, тогда поражение. Вот сегодня есть нездравые понятия такие, что верующий человек может быть преуспевающим бизнесменом. Это может быть, это хорошо и все такое. Кто были на семейном лагере, слышали, как один брат, ему поручено было подготовить беседу об отношении к материальным вопросам. И он хорошо подготовился. И из писания взял, и взял, есть такая книга, Библия бизнесмена. Есть такая книга, которая в мире пользуется огромнейшим спросом. И занимает по популярности второе место после Библии христианской. Библия для бизнесмена. И там есть такие заповеди, такие понятия, которые раскрывают суть, кто любит бизнес и туда стремится. И там написано, если ты не полюбишь деньги, ты не сможешь быть преуспевающим бизнесменом. Не сможешь. Конкретное там указание. Следующий момент. Если ты не посвятишь себя полностью бизнесу, ничего ты не успеешь. Не сможешь достигнуть никаких результатов. Третий вопрос. Если ты не пустишь корни материальной жизни, не получится у тебя быть бизнесменом. Вот такие серьезные вещи преподаются. А это же явно против священного писания. Явно против учения Библии. Явно против. И тогда человек, посвящая себя для материальных вопросов, человек начинает терять духовное. Христос предупреждал, говорит, не можете служить Богу и мамоне. Невозможно это служить. Не получается. И сколько и мне приходилось наблюдать. Это редчайший случай. И великую благодать от Бога имеет человек, если он может иметь большой доход и благочестивую жизнь. Это редчайший случай. А в основном это, если успевает, в материальном, духовном поражении. Это как правило. И потому Слово Божие учит, чтобы не было вот этого обольщения богатством, обольщения прибытком, как здесь написано. Который думает, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких верующих. Просто убегай от таких верующих. Вот я христианин. Вот смотри, как меня Бог благословляет. Столько у меня денег. Вот я христианин. Удаляйся от таких. То человек не понимает, на какой путь он стал и что он навязывает другим. Уже заражение идет. Сам заражен и заражает других. А Библия учит нас, что мы поверовали в Господа не ради того, чтобы Бог нас в материальном благословлял. Хотя и Бог и это делает. И заботится о нас. И дает нам и жилье, и пропитание, одежду. Кому сколько нужно. Кому Бог как усмотрит. Дает Бог. Есть это. Но если есть мысль такая присутствует. Благочестие служит для прибытка. Это уже зараженный человек. То есть, моя христианская жизнь, это залог, что я буду богатым. Будто бы так. Это заблуждение. И Слово Божие показывает, что это корень всего этого. Горд человек. И когда человек горд, он ничего не знает. И когда горд, у него тогда растет другой корень. В 10 стихе написано. Корень всех зол есть, сребролюбие. Которому предавшись, некоторые уклонились от веры. И сами себя подвергли многим скорбям. А ты, человек Божий, этого убегай. Вот Слово Божие дает ориентиры. Какие нужно, чтобы были у верующих людей ориентиры. Вот они ориентиры. Ты же, человек Божий, убегай от этого. А преуспевай в правде, в благочестии. Преуспевай в вере. Преуспевай в любви. Преуспевай в терпении. Преуспевай в кротости. И подвязайся добрым подвигам веры. Держись в вечной жизни, к которой ты и призван. И исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. Вот здравые учения. Вот где надо, чтобы наша жизнь проходила. Вот какие ориентиры надо в жизни иметь. Вот куда стремиться нужно. Какое должно быть направление. Если послушать гордых людей, зараженных вот этой страстью к состязаниям, словопрением, корешки, у которых есть сребролюбивые в сердце, то от таких людей здравых слов Господа не услышишь. Услышишь только злоречие, клевету, осуждение. Осуждение церкви, осуждение служителей, осуждение пути Божьего. Вот это услышишь от таких. А это, знаете, заражает. Заражает. Как же определять таких людей, защитить себя от таких людей? Здесь написано, удаляйся от таких. Удаляйся. И причем даже не раз написано, чтобы удаляться. Удаляйся от таких. Как это увидеть? Это несложно увидеть. Если вы слышите, хотя бы даже тень лукавых подозрений, или зависти тень, или злоречий тень, клеветы, вот это верный признак, что надо удаляться от такого человека. И не слушать. Никогда не нужно, братья и сестры, малодушествовать. Когда человек уже зараженный, несет эту инфекцию другому. И вы, может быть, желали бы выступить в роли арбитра, в роли свидетеля, между кем-то, между двумя путями, и выслушать, и взвесить, и разобраться. И тогда происходит заражение. Мне пришлось в одной местности быть и беседовать с человеком, который обольстился, которого накормили клеветой и ложью, обольстился и уклонился от веры. Пришлось изучать, почему с человеком это произошло. И мы подошли в этой беседе и нашли точку отсчета, откуда пошло поражение. А поражение пошло с того момента, когда была встреча с таким нездравым человеком, который взялся рассказывать, красноречиво рассказывать, как будто бы человек претендует на то, что он ориентируется в ситуации. Как будто бы он может дать оценку состояния церкви, состояния служителей. И так авторитетно заявляет, и преподносит, и отравил человека. И происходит поражение и падение. Никогда не нужно этого слушать, братья и сестры. Если мы желаем защитить себя, свою душу от обольщения и заблуждений, и веру не разрушить, не потерять, надо быть очень внимательными. С кем мы общаемся, что мы слушаем. Вот апостол Павел конкретно говорит, ты учи и увещавай, как нужно поступать, а как должно поступать. Не должны обращаться небрежно, потому что они братья. Но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им. Вот это чувство, что братья, этого нельзя потерять. Тем более. Даже почему я прочитал этот текст за такой социальный строй, где есть рабы и есть подчиненные. Он ярко показывает картину взаимоотношений. И тем более для нашего строя социального в нашей стране, где все люди как бы равноправны, нету рабов, нету проданных людей. Все свободно живут, свободно могут перемещаться, выбор делать свободно. Где жить, где работать, где учиться. Каждый в свободе живет. На ком хочет жениться и так дальше. Какую хочет церковь посещать. Свобода есть. Но, когда мы имеем эту свободу, нужно не забыть вот эти вопросы. Не должны обращаться небрежно. Нельзя, чтобы между верующими людьми были небрежные отношения. Судить, обзывать, сплетничать, завидовать, обижать, нечестными быть, словопрения всякие, распри, злоречия, лукавые подозрения. Таких вещей среди верующих людей не должно быть. А если такое где-то появилось, надо немедленно исповедаться. Чем раньше, чем раньше увидели это, надо быстрее исцелять душу, идти к пресвитеру, признаться, исповедаться, помолиться, очиститься от этой закваски. И чтобы Господь кровью Своей омыл с души вот это заражение. Тогда можно надеяться, что будет восстановление духовное и будет дальше здравый путь и здравая жизнь. Кто этого не сделали, люди приходят в страшное состояние духовного отупения, духовной слепоты, неразберихи. Я даже с некоторыми людьми, вот помню, был в одном городе, я даже отказался разговаривать с людьми. Просто не захотел разговаривать. Они как бы пытались привлечь, чтобы там решать их вопросы, как-то там вникать, все. Когда я посмотрел, что люди заражены страстью к словопрением и состязаниям, я просто отошел оттуда и не захотел ни выслушивать, ни решать, ни общаться, ни молиться с ними, ничего не захотел. Почему? Библия говорит, удаляйся таких. Удаляйся. И разумнее ничего не придумаешь. Какие бы были хорошие у меня желания помочь этим людям, исправить их, повернуть их на Божий путь. Умнее, чем апостол Павел сказал от имени Господа, нельзя придумать. Просто удаляйся от таких. Да, таких приходилось видеть. Поэтому, братья и сестры, для нас ориентиром должно быть, ты человек Божий, убегай этого. Чего этого? Распри этих. Страсти к состязаниям, словопрением. Избегай вот этой зависти, злоречия, лукавых подозрений, пустых споров. Избегай желания обогащаться. Избегай. А преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. И держись вечной жизни, которой ты и признан. Вот это должен быть наш путь и наше направление. Но, как же избавиться, например, от зависти? Сложно. Это гниль такая, что заседает крепко, когда человек начинает сравнивать свои способности с способностями другого человека, меру своей благодати, с мерой благодати другого, свое имущество, с имуществом других и так дальше. Успех в служении свой и успех в служении другого. И это дело, бывает, отравляет душу. Именно вот эта зависть, которая от гордыни происходит, отравляет душу. Как от этого избавиться? Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, и явно, что ничего не можем и вынести из него. «Имея пропитание, одежду, будем довольны тем». Вот ориентир, какой должен быть. Имеешь одежду, пропитание, быть довольным. Даст Господь больше, и тем будь доволен. И благодари Бога. А даст еще больше, не приписывай себе. А помни, что это Бог дал. И Бог спросит у тебя за твое имущество. Куда ты его девал? Как твое имущество служило Господу? А Бог иногда верующим дает имущество. Но только не для своих похотей жить, а жить для созидания церкви, чтобы это имущество служило Богу, служило церкви, для Евангелия. Вот для чего Бог дает это имущество. И за это Бог спросит каждого, кому сколько денег Бог решил дать. Это же Бог решает. Бог решает. Одних людей Бог делает бедными, других богатыми. И это Бог делает. Бедный, чтобы нуждался в Боге, и верою получал от Бога. А богатый, чтобы тоже смирял душу свою и помнил, что это от Бога. И чтобы бедному уделял. А если богатый зазнался и не умеет распределять бедным, значит, тогда Бог может уроки преподать платные богатому человеку. Платные уроки. Дорого стоят которые. Делает это Бог. Чтобы этого не дожидаться, лучше сразу служить друг другу той благодатью, которую Бог дал. Кому духовную благодать, в духовных вопросах благодать, кому в материальных вопросах благодать, кому физическая сила, здоровье. В общем, каждому Бог дал меру благодати, и мы можем быть довольными. Вот это нужно воспитывать в себе состояние. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. А слово благочестивым мы знаем из послания Якова, что это значит. Это хранить себя неоскверненным от мира и презирать сирот и вдов в их скорбях. Это будет правильный подход к жизни. У человека, который хранит себя неоскверненным от мира, не будет ни лукавых подозрений, ни зависти, ни словопрения, ни противления у человека, который свободен от закваски мира, этого не будет. Поэтому давайте помолимся, чтобы не подпасть никакому обольщению, чтобы приобретать вот это богатство, быть довольным всем тем, что мы имеем.